Сегодня в Перископе. Медведь и его пупок. История о том, как использовать мозг на 100%. Китайский Новый год. Трагическая ошибка курьера. Австралийский потоп. Мороз в Чикаго. Смотрите прямо сейчас. Не так давно в редакцию канадского информагентства CBC прислали фотографию медведя. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить... Но не обычного и даже не игрушечного, а протоптанного на снегу. На фото у медведя были глаза, нос, рот и пупок. Но если способ рисования глаз, рта и носа интуитивно понятен, пупок остался для пользователей соцсетей загадкой. На первый взгляд это ничем не примечательная новость. Но я копнул глубже, и мой черенок сознания ударился о твердую праву. Канадцы пустили в ход свои дедуктивные способности и придумали различные гипотезы о происхождении пупка. Лучшие из них звучат так. Первое и самое очевидное – автор прыгнул в центр рисунка. Но эта теория была развенчана. Журналист CBC считает, что расстояние от пупка до края рисунка около двух метров, а прыгать на такое расстояние в зимней одежде сложно. Плюс на пупке не было замечено следов скольжения, которые должны были остаться после прыжка. Здесь вы встретите животное, покровительствующее вам. Скользи! Второе – пупок сделали с помощью снежков. На снимке медведя отчетливо видны четыре ямки. В этом случае кидать снежки нужно было очень аккуратно. Еще одна теория – хоккейная клюшка. Канадцы известны любовью к хоккею, а их сборная часто получала призовые места на мировых чемпионатах. Длина хоккейной клюшки составляет примерно полтора метра, а клюшка и вытянутая рука образуют нужное расстояние для создания подобного рисунка. Еще один аргумент в пользу этой теории – брови медведя выглядят так, будто их рисовали палкой. Возможно, автор применил клюшку и тут. Следующая версия – ямки, из которых состоит пупок, появились еще до рисунка. Звучит логично, не так ли? Автор, увидев ямки, нарисовал медведя, вдохновившись творчеством других людей. Но журналистам CBC и эта идея кажется несостоятельной. Медведя нарисовали вечером 29 января или позже, а днем в Монреале шел снег. Глубина рисунка кажется одинаковой по всему периметру, что свидетельствует о почерке одного и того же автора. Спустя некоторое время журналисты CBC нашли художника. Девушку зовут Валерий Дюамель. Она призналась, что пупок медведя – это пять снежков, аккуратно брошенных в одно и то же место. Поэтому можно не волноваться, дело раскрыто. Все преступление раскрыто, с вас 500 баков, можно рублями. Но что действительно может удивить, это дискуссия, которая развернулась вокруг рисунка. Валерий Дюамель стала известна в считанные секунды и буквально на пустом месте. Вернее, бывшем пустом месте. Теперь там красуется выдоптанный медведь. Морган Фриман набирает популярность в сети. Ну, как Морган, мем с ним. Пять лет назад вышел фильм Люка Бессона под названием «Люси». В нем роль второго плана сыграл Морган Фриман. Его персонаж – профессор, изучающий человеческий потенциал. В одной из сцен он читает лекцию, где утверждает, что человек использует свой мозг всего на 10%. После утверждения один из студентов спрашивает у героя Фримана, что случится, если человек освоит возможности мозга на 100%. Профессор на секунду застывает, а затем отвечает «Даже не представляю». На все 100%? Да. Даже не представляю. Этот мем состоит из трех частей. На первой картинке изображен студент, задающий вопрос. На второй – застывший персонаж Моргана Фримана. На третьей – кульминация мема «Сверхлюди». Вот лучшее из сети. Пользователи соцсетей успешно демонстрируют способности мозга современного человека. Сейчас, конечно, сложно представить, что будет, если человек научится использовать мозг на 100%. Недавно в австралийском городе Таунсвилл намеренно открыли дамбу и затопили дома. Но сделали это не случайно, а с целью спасти город от наводнения. Так решили местные власти. По их мнению, этот ход минимизирует последствия от наводнений из-за проливных дождей. В итоге в городе затопило 2000 домов. Конечно, жители были об этом предупреждены. Но самая большая опасность в другом. После потопа в городе чаще стали появляться змеи, крокодилы и другие опасные животные. Кроме отсылок на Библию и фильмной, есть еще чему удивиться. Только представьте весь масштаб. Вы открываете входную дверь, а там помимо огромного количества воды еще и крокодилы. Как сообщает издание Став, в этой ситуации местные жители боятся крокодилов больше всего. Поэтому прежде чем передвигаться, они тщательно проверяют воду на наличие признаков жизни. Кроме этого, в Австралии живут 10 видов самых опасных живых существ на планете. Не самое приятное место, не так ли? Но зато можно попробовать повторить судьбу знаменитого крокодила Данди. Можно, но не нужно. Боже мой. Заказывать вещи через интернет сейчас это обыденный процесс. Многие пользуются интернет-сервисами для покупок и нередко курьеры ошибаются при доставке. Так и получилось у одного жителя Франции. Только эта ошибка оказалась слишком странной. Мужчина заказал купальник для жены, а получил кое-что другое. Нет, Рик, не надо. О, нет. 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 Первого февраля курьер доставил французу посылку. В ней оказались золотые слитки общим весом в 700 грамм. Изначально адресат обратил внимание, что доставленный груз весит необычно много для купальника, но не придал этому значения. После распаковки он обнаружил слитки. По словам француза, общая стоимость содержимого – 20 тысяч евро. Конечно, мужчина обратил внимание на то, что адресатом числятся совсем другие люди, и понял, что курьер совершил ошибку. Мужчина попробовал доставить слитки самостоятельно и поменять их на купальник. Однако дома никого не оказалось, и тогда, наконец, он обратился в полицию. Вернут ли купальник его жены – остается загадкой. С этим вопросом мне пришлось жить две минуты. Традиционно в Китае отмечают Новый год позже остальных наций. Ведь по китайскому календарю 2019-й наступил у китайцев 5 февраля. Вероятно, это самый главный праздник Поднебесной, а также самый продолжительный. Отмечают его с 5 по 19 февраля. Главная черта праздника – воссоединение с семьей, поэтому большая часть жителей крупных городов покинули свои дома, чтобы отпраздновать Новый год в кругу семьи. Что мне делать? Бежать отсюда! Бежать быстро! Куда? Куда бежать? Интернет заполонили фотографии из китайских городов, в которых происходит массовое скопление людей в аэропортах и на вокзалах. Предлагаем посмотреть фотографии из китайских городов, пользователей, отмечающих китайский Новый год. Они получились необычными и красивыми. Китайский Новый год Вот такой у китайцев Новый год. Тем временем природа бунтует в Чикаго. Там сейчас регистрируют рекордно низкие температуры. Например, 30 января мороз в городе был около 30 градусов ниже нуля, а из-за ветров и других особенностей холод ощущается от минус 40 до минус 59 градусов. В штате Иллинойс из-за аномального холода закрыли школы и другие учреждения. В аэропортах отменены десятки рейсов, а жители уведомили об опасности передвижения по улицам. Чикагцы сейчас выживают как могут и вовсю проявляют чудеса смекалки. К примеру, чтобы обеспечить работу поездов, рабочие поджигают замерзшие участки дороги. Местные жители не дремлют. К примеру, один парень провел эксперимент с лапшой. Горячую еду он вынес на балкон и зафиксировал время, которое потребовалось лапшей для замерзания. По словам местного жителя, заморозка блюда произошла за одну минуту. А в соцсетях Чикаго окрестили Чибирь, по аналогии с Сибирью. Также жители публикуют в Инстаграме красочные снимки замерзшего города. Красота требует жертв. Теперь в это верят все жители Чибири. Будьте уверены. А на этом все. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok